Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня среда, 15 ноября. В студии с главными новостями в Республике Валерия Дагужиева. Как мы уже сообщали, Карачао-Черкесию с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Тибердинский государственный природно-биосферный заповедник приглашает принять участие в межрегиональном эколого-просветительском проекте. На базе Республиканского института повышения квалификации работников образования откроется творческая выставка «Мастер золотой руки». Как уже сообщали республиканские средства массовой информации, Карачао-Черкесию с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, который принял участие в официальной церемонии запуска селекционно-семеноводческого центра мощностью 10 тысяч тонн семян в год на площадке фирмы «Хаммер». В рамках рабочего визита состоялась также двухсторонняя встреча Александра Ткачева и главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова, на которой обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Карачао-Черкесии с Минсельхозом России по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли в регионе и социального инфраструктурного обустройства сельских территорий. Роль правового воспитания и правового сознания в формировании непримиримого отношения к коррупционным преступлениям стала главной темой лекции, состоявшейся на базе Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии. Участники мероприятия рассмотрели вопросы правовой грамотности как одного из обязательных элементов гражданского воспитания, а также аспекты понимания коррупции. Тибетинский государственный природный биосферный заповедник приглашает принять участие в межрегиональном эколого-просветительском проекте для школьников и младших школьников «Письма животным». Цель акции – формирование бережного отношения к природе и окружающему миру у детей и взрослых, вклад в поддержку и сохранение биоразнообразия, а также формирование представления о важности роли заповедников и национальных парков в сохранении природы как дома животных. Группа школьников из Карачаева-Черкесия отдохнет и пройдет образовательную программу во Всероссийском детском центре «Орленок». Дети будут развиваться по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности. Слет активистов сельских школ в лагере стремительный. А ключевой образовательной технологией смены является обучающий курс в САМИ, направленный на развитие умения самостоятельно планировать пути достижения собственных целей. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных самим подросткам задач. На базе Республиканского института повышения квалификации работников образования откроется творческая выставка «Мастер золотой руки», где будут выставлены изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные педагогами учреждения образования региона. Всего будут представлены около 60 авторских работ в таких исполнениях, как макраме, вышивка бисером, керамика, нитяная графика, везьба по дереву, декупаж, филигрань, вышивка крючком и другие. Проект по закладке фруктового сада интенсивного типа на площади более 1000 гектаров будет реализован при Кубанском районе в следующем году. Напомню, в настоящее время в Адагихабльском районе успешно реализуется проект по закладке фруктового сада. Первые 30 гектаров были заложены прошлой весной, а до конца этого года планируется посадить яблоневый сад еще на 100 гектарах. Проект также предполагает создание линии по переработке плодов и других плодохранилищ мощностью по 5000 тонн каждая. Начало их строительства запланировано на 2018 год. Вопросы предупреждения возникновения пожаров, координации всех работ по борьбе с пожарными на территории Малокарачаевского района стали главной темой совещания рабочей группы Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии, состоявшегося в Учхикене. Очередной факт мошенничества зафиксирован в Черкесске. 37-летняя местная жительница на одном из интернет-сайтах поместила объявление о продаже комнаты в общежитии. В этот же день на ее мобильный телефон позвонила неизвестная и сказала, что хочет приобрести жилплощадь. Звонившая под предлогом внесения предоплаты в размере 50 тысяч рублей попросила пройти к банкомату и выполнить ряд операций, после чего с банковского счета продавца были списаны денежные средства в сумме 410 тысяч рублей. Прокуратура Прикубанского района проверила информацию ФСБ России по республике о размещении запрещенной информации в сети интернет местным жителям. Установлено, что на его персональной странице в социальной сети ВКонтакте хранились песни, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Виновное лицо привлечено к административной ответственности. Институт культуры и искусств Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева отметил свой 50-летний юбилей. Художественно-графический факультет, ныне институт, был создан в сентябре 1967 года. Первоначально открылась кафедра изобразительного искусства, которая позднее разделилась на кафедры рисунка и живописи. В спортивном комплексе «Купол» Черкеска состоялся турнир по гандболу среди юношей 2006-2007-2009 годов рождения. В старшей возрастной группе победителями стали воспитанники спортивной школы по гандболу. В младшей возрастной группе первое место заняли воспитанники тренера детской и юношеской спортивной школы номер один Карачаевска. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18. В горах плюс 7-12 градусов. Выше 2500 метров слабая лавиноопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это были вести Карачаева-Черкесии. Выпуск провела Валерия Дагужиева. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok